Обыкновенная прогулка по летнему городу может привести любого, кто имеет сотовый телефон, к неожиданной встрече. Мне пришло сообщение. Мой давний друг и помощник, портал Госуслуг, предлагает денежную компенсацию. Всего 10 минут, и я почти миллионер. В сообщении говорится о том, что в России запустили единую платформу выдачи денежной помощи населению. Не доверять нет причин, ведь деньги предлагает канал «Россия-24». Сотни тысяч рублей раздаются налево и направо. Причина такой щедрости – пандемия в стране. Сколько же мне готовы выплатить государство? Проверим, не отходя от кассы. Проверяем размер компенсации. 270 тысяч – сумма моей компенсации. Конечно же, такие деньги на дороге не валяются. Идем дальше. Получаем выплату. На самом деле, этот сайт только создает видимость серьезного государственного ведомства. Мошенники действуют по старой схеме. После нескольких нехитрых манипуляций на связь выходят якобы юристы и предлагают зарегистрироваться в якобы госреестре. Разбогатеть может даже вымышленный человек. Если мы ведем несуществующие данные, например, Зайцев, Зайц, Зайцевич, то и ему начислят компенсацию. Куча восторженных отзывов с фотографиями реальных людей. Все эти комментаторы и не знают, что их лица используют для наживы. Убедиться в подлинности соцсетей, откуда поступают, заманчивые предложения, рекомендуют даже российские звезды. Часто от их имени аферисты проводят конкурсы и берут с участников деньги. Еще раз, друзья, хочу напомнить всем, что розыгрыш бесплатный и вот куча мошенников, которые просят перевезти деньги за опросы, за какие-то. Вот вообще, пожалуйста, не ведитесь. Это все полный бред и мошенники. Да, они используют видео моего розыгрыша, к сожалению, но ничего не поделаешь. Прислушаться к советам телезвезд рекомендуют коголымские полицейские. По их словам, только с начала этого года жители города отдали виртуальным преступникам более 4 миллионов рублей. Цель всех этих сайтов – вывести нас. Да, заполучить данные банковских карт. Соответственно, сами понимаете, здесь полностью вся информация. Трехзначный код. Этого достаточно для похищения денежных средств. Конец этой истории предсказуем. Государственные помощники просят ввести вас личные данные своей банковской карты. Делать этого я не буду и вам не советую. Светлана Сапрыкина и Николай Сапожников. Специально для новостей.